Закинф Гордость древнего народа, возродившаяся вновь. Здравствуй, гордая свобода. Здравствуй, Эллинов любовь. Примерно вот так, под звуки канонады, додосившейся с Пелопоннеса в 1823 году, под сенью могучей оливы на холме Стране, Дионисос Соломос написал строки своего гимна Свободы, в дальнейшем ставшем национальным гимном Греции. И сейчас как раз на том месте, где сидел поэт и сочинял гимн, стоит его бюст. Вообще жители острова с древности славились среди других греков своей любовью к искусству, но расцвет культуры Закинфа пришелся на эпоху венецианского правления. И до сих пор столица острова напоминает уютный венецианский городок с небольшими аккуратными особняками, галереями, арками, мощенными дорогами и красивыми площадями. Например, как площадь Святого Марка, выполненная с венецианским изяществом, эта площадь является центром общественной жизни Закинфа. А в далеком 1797 году здесь, на этом месте, простолюдины сожгли пресловутая Либродору, уничтожив таким образом наследственные привилегии дворянства. Сегодня же здесь гораздо спокойнее и можно прекрасно провести время в одной из местных кафешек. Закинфа Однако главные достопримечательности Закинфа Островитяне – это живописные пляжи, гроты и бухты, окаймленные желтовато-белыми скалами, роскошная зелень и невероятные панорамные виды. Островитяне тщательно оберегают природные сокровища, и в северной части острова вы увидите настоящее природное чудо – голубые пещеры. Попасть в эти гроты можно только по морю. Вода здесь пронзительно голубого цвета, потому что в ней содержится много минералов, в том числе очень полезных для кожи. Но визитная карточка острова и чуть ли не всей Греции – знаменитая бухта Навайю. Брошенный контрабандистами в 80-е годы прошлого века грузовой лайнер дал название этой живописной бухте. Ведь Навайю в переводе с греческого значит «кораблекрушение». Путь сюда открыт только с моря в светлое время суток. Из близлежащих портов острова в бухту регулярно отправляются катера и делают полуторачасовую остановку для того, чтобы все успели насладиться атмосферой этого места. Продолжение следует... Бухта Навайю расположена в западной части острова – скалистой, суровой, изысканной красотой, но довольно сложным доступом к пляжам. Восточная же сторона Закинфа идеально подходит для семейного отдыха, поскольку здесь находятся курортные деревушки с таверными и магазинами, длинные ровные песчаные пляжи с чистыми водами в окружении живописной природы. И в этом же районе поджидает еще один приятный сюрприз. Наравне с бухтой Навайю еще один символ Закинфа, но на этот раз живой – это черепахи карета-карета. Они очень большие, занесены в Красную книгу, а здесь на острове облюбовали несколько пляжей – Лаганас, Геракас. И сейчас вот эти пляжи являются национальным морским заповедником. Ну а своеобразная фото- и видеоохота на черепах становится настоящим приключением. Вот и сейчас одну мы нашли, она находится под водой, и ждем, когда она наконец всплывет, чтобы набрать воздуха. А в лесистой части острова, на территории 500 гектаров, располагается каменный парк Аскос. Здесь вы можете покормить оленей, увидеть павлинов, енотов. Здесь собраны редчайшие растения и животные со всей планеты. Тишина и покой издавна привлекали на этот остров монахов. На Закинфе множество церквей и монастырей, переживших разрушительное землетрясение 1953 года или восстановленных после него. Один из самых значимых – это монастырь святого Дионисия, небесного покровителя острова. А это храм святых равноапостольных Тимофея и Мавры. Вообще, святая Мавра – вторая по почитаемости святая персоны на острове. Тимофей и Мавра были супругами. Они жили в III веке нашей эры, и судьба их была очень непроста. А сам храм был построен в веке XVI на месте обретения иконы. Много раз Закинф сотрясали землетрясение, и много раз храм восстанавливался. Однако самым сокрушительным оказался пожар 2005 года. Ведь именно тогда была утрачена икона. Однако местные верят, что она не могла сгореть и будет вновь обязательно обретена. Недалеко от монастыря святого Дионисия местные жители установили вот такой памятник. Надпись на греческом «Итана и Эпитас» значит «Со щитом» или «На щите». Именно с таким напутствием провожали еще спартанские матери своих сыновей на войну. Здесь обозначены все даты великих сражений. А дальше за памятником вы найдете Оливу. Диаметр ее ствола 6 метров. Ей две с половиной тысячи лет. На этом сравнительно небольшом острове произрастает свыше миллиона оливковых деревьев. И масло, которое производят здесь из оливок, называется агурелио, что значит масло из недозрелых оливок. Дело в том, что сбор их начинается уже в октябре. Их сбивают специальными гибкими кипарисовыми палками. И вот эти вот масла из недозрелых оливок получаются нежно-зеленого цвета, с очень низкой кислотностью. А потому оно ценится вдвойне. Дорогие друзья, греческая кухня, безусловно, на мой взгляд, одна из самых вкусных кухонь в мире. А Греция славится своим гостеприимством, и когда все это сочетается, получается незабываемый коктейль. На Закинфе, безусловно, обязательно отведайте морепродукты, как я сейчас. Это мидии наисвежайшие. Обязательно поливаются лимонным соком. Итак, мидии, конечно, креветки. Здесь они подаются с баклажанным салатом. А вот это, не поверите, это оливки, запеченные в кляре с беконом. Я впервые такое вижу, но уже попробовала. Это очень вкусно. И, разумеется, передо мной осьминоги. Осьминоги, что может быть прекраснее осьминогов, особенно с местным закинским вином. Аромат хвойных лесов и пышно цветущих деревьев, белоснежные пляжи и незабываемой красоты бухты, все это Закинф. Вы хотите оказаться в сказке? Приезжайте. Закинф ждет. Закинф. Закинф.